Это чем-то похоже на дело Кокорина и Мамаева. Вместо того, чтобы разобраться в достаточно плевом деле, наказав Мамаева с Кокориным или отпустив их на свободу, наше правосудие устроило ремейк культового сериала Санта-Барбара. Даже те, кто изначально требовали казнить охамевших спортсменов, спустя полгода проявляют к ним жалость и признают, что это дело тянется как жвачка только из-за высоких чинов тех, кого тем самым утром били стулом. И уже ни у кого нет сомнений, что будь на месте чиновников простые смертные, горе-футболисты уже занимались бы привычным делом. Американское правосудие с делом о домашнем насилии разобралось относительно быстро, а три месяца в тюрьме должны были поставить точку в этой истории. Вот только в США есть организация, которая считает, что может выполнять роль Фемиды, дублируя, а то и усиливая наказание. НХЛ, конечно, не в состоянии отправить Войнова в места не столь отдаленные, но запрет на профессию способен ударить по спортсменам не меньше. В какой-то момент за последние несколько месяцев у Войнова состоялось слушание в лиге. И ожидается, что в ближайшие 24.48 часов НХЛ объявят о его дисквалификации на длительный срок. Это будет новое наказание в дополнение к уже отбытому. Думаю, самым большим вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации. Пока никто этого не знает, однако мы ожидаем, что Лига выпишет ему большой срок, сообщил накануне один из главных американских инсайдеров Элиот Фридман. Из-за случая, который в России или других штатах США воинов даже не попал бы в тюрьму, российский защитник вынужден был покинуть НХЛ в самом расцвете сил, пропустил Кубок Мира, а теперь не может вернуться в Лигу, чьему высокому уровню он вполне соответствует. Казалось бы, он уже понес как гражданское, так и корпоративное наказание, но теперь над Вячеславом нависла новая угроза. И никто не может сказать, сколько еще игр, а то и сезонов предстоит пропустить Войнову перед помилованием. Если российское правосудие работает с оглядкой насильных мира сего, то НХЛ пытается всячески угодить общественному мнению. Более того, Лига им манипулирует. В США, где и без того многие темы вроде расизма, кроссменты и феминизмы излишне гиперболизируют, справедливо борются с домашним насилием. Но вместо того, чтобы отдать решение этой проблемы на откуп суду, а моральную оценку обществу, НХЛ пытается играть в моралистов. Убежден, что далеко не все в Америке осудят клуб, который подпишет контракт с Войновым. Более того, нет уверенности в том, что североамериканские болельщики сходу вспомнят, почему этого защитника, на счету которого два кубка Стэнли с Лос-Анджелесом, последние годы не было в НХЛ, уезжали ведь домой и Радулов, и Ковальчук. Мало ли у кого какие причины. Лига могла бы поступить мудро, оставив право подписывать контракт с Войновым или не подписывать, клубам. Ведомством Гэри Бетмена пошло другим путем, взвалив на себя непосильную ношу. Звезда Чикаго Патрик Кейн в свое время подозревался в изнасиловании и неоднократно попадал в алкогольные истории. Не менее скандально складывается карьера его однофамильца Эван Дера. Да что далеко ходить, Николай Хабибуллин в 2010 году был арестован за вождение в нетрезвом виде, после чего еще несколько сезонов благополучно выступал в НХЛ, странно, что на такие случаи Лига благополучно закрывает глаза, но не хочет принять обратно Войнова, который счастливо живет с супругой, на которую когда-то поднял руку. Не все понимают Войнова, который в слепом желании вернуться в НХЛ уже пропустил целый сезон, и еще неизвестно, сколько пропустит в будущем. Об одного из самых титулованных защитников России вытирают ноги, а он смиренно ждет амнистия. Вместо того, чтобы провести еще один сезон в КХЛ, теряет драгоценные годы карьеры. 28 лет, не критический возраст, Войнов еще может вернуться на высокий уровень, но бесследно этот простой точно не пройдет. Впрочем, встать на место Войнова все-таки можно. Наверное, никто, даже агент игрока и его юристы, не подозревали, что дело может настолько затянуться. НХЛ держала сторону Вячеслава и всю хоккейную общественность в неведении, даже не подкармливая завтраками. Получи защитник дисквалификацию в начале сезона, пусть и длительную, он смог бы перезимовать на родине. Спрос на игрока, который показывал в СКА игру топ-уровня, был бы запредельный. После года простоя когда-то возвращался Александр Фролов. В куда более критическом, чем у Войнова, в возрасте пережил дисквалификацию Данис Зарипов. Да что там в НХЛ находил работу 40-летний Алексей Ковалев, до этого почти не игравший за Атлант. Учитывая, что Вячеслав моложе всех перечисленных и у него нет травм, которые мешают поддерживать форму, он должен быть востребован по обе стороны Атлантики. Вот только лицемерие и двойные стандарты в НХЛ, кажется, востребованы куда больше. Продолжение следует... Продолжение следует...